Друзья, всем привет! Продолжаем нашу публичную дискуссию с нашим другом Виталием Косенко. Виталина, вы знаете, что вчера я записал видеоролик в ответ на трансляцию Виталика, где он оскорбление в мой адрес высказывал. Сразу после этого видео Виталик мне набрал на телефон, и примерно 40 минут мы беседовали с ним, разбирая эту всю ситуацию. По итогу разговора Виталик передо мной извинился и пообещал, что сегодня запишет новую трансляцию, где пояснит свою позицию. Я посмотрел эту новую трансляцию Виталика, но, к сожалению, не увидел там извинений в свой адрес. И, исходя из контекста смысла этой трансляции, я понял, что, оказывается, во всем все-таки виноват это я, и я должен признать свою неправоту, потому что Виталик на самом деле не меня имел в виду. Ну, давайте посмотрим. Я звонил Росту, я говорю, а зачем? Ну, зачем перекручивать? Зачем говоришь неправду? Что-то, как так получилось? Он, я увидел видео, мне сказали, что вот ты вот так вот на меня и все. Я говорю, ты видел первое и второе видео, которое я снял. Вы же помните первую трансляцию, которую я, как только я увидел роста материал? Я тоже подгорела жопа. Ну, да, но я считаю, что обоснованно подгорело. Я не позвонил Росту и сразу же сделал материал, ну, не материал, а сделал трансляцию, я сейчас опять проигрывал, о том, что я с ним не согласен, о том, что это все вранье, и о том, что нет никаких пруфов, и зачем травить Сашу, ему и так тяжело, и это все неправда. То есть, Виталик очень сильно разозлился из-за моих публикаций, но в своей трансляции он комментировал эти публикации, но якобы имел в виду совершенно не меня. Я особо не ссорился, я просто, у меня подгорело очко, и я высказал свое негодование по поводу того, что взял, затравил Сашу. Я особо не собирался ссориться с Ростом. То есть, ну, тут, если бы он первое видео посмотрел, там же не было никаких оскорблений, ничего. А во втором видео, те оскорбления не относились к нему, относились к ублюдкам, которые подхватили всю эту информацию и начали распространять, и там же куча ублюдков тех, конченых ублюдков, реально, реально, у которых жопа, сука, горит. Я спросил Виталика в телефонном разговоре, смотри, первоисточником распространения информации про Санька был я, а ты называешь ублюдками тех, кто, как бы, ну, там, кто-то другой начал эту информацию дальше разносить. Так получается, те, кто ее разносил, они ублюдки, а первоисточник этой информации, то есть я, как бы не ублюдок. Так где, собственно, разница, где логика? Я пытался выяснить у этого Виталика, но, к сожалению, какого-то внятного, четкого ответа я не получил. Давай ближе к сути. Ну, хорошо, я при чем? Что это такое было? Что это у тебя за видео? Такое интересное. Я при чем? Что ты меня там оскорбил, я не просто так говорю, где оскорбление, где эти? Во втором видео, оказывается, да, во втором видео я сказал, эти ублюдки и эти клоуны, которые опубликуют неправдивую информацию про ЗП Санька и так далее. И кто следит, кто знает, кто интересуется, кто мониторит, тот знает. Как только Рост опубликовал всю эту тему, очень много харьковской петушни, харьковской, я подмечу, харьковской лохматой петушни, лопаты, хуяты там, разное. Я же говорил, я прямо по этой дороге проезжал и делал трансляцию. Подхватили и давай об этом рассказывать. Я зашел на канал ютуба Харьковских, но видео про Санька я там не обнаружил. На канале Лохматова вроде бы нет никаких видео про Санька, на канале Хозяина двора тоже нет, на канале Дорожного Бабая тоже нет, Талямба тоже нет. Может кто-то знает, где, на каких-то, может, других каналах, каких-то аккаунтах, они высказывали сразу после моего видео, свои материалы показывали. Скиньте, пожалуйста, интересно посмотреть. Итак, по словам Виталика, ублюдками являются именно харьковские блогеры, которые распространили неправдивую информацию про Санька, но в своем изначально первой этой трансляции, да, вот ругательной, Виталик не уточняет, что он имел в виду именно харьковских. Он просто говорит, ну, обобщает, называя ублюдками всех, кто распространяет недостоверную информацию про Санька. Тяжело, и я знал, что ему будет тяжело, и он знал, что ему будет тяжело. Ему психологически тяжело, потому что создаются разного рода ублюдки, уроды, которые там публикуют видеоматериалы неправдивые, и... Ну, это некрасиво. И в самом начале сегодняшней трансляции Виталик обменяет меня, что я распространил неправдивую информацию о Саньке. О том, что я с ним не согласен, о том, что это все вранье, и о том, что нет никаких пруфов. Сколько Виталик четко сказал, что называют ублюдками те, кто распространяет недостоверную информацию о Саньке, а в своей трансляции Виталик точно меня обвинил в том, что я распространяю недостоверную информацию про Санька, то, естественно, это оскорбление ублюдками я принимаю закономерно на свой счет. Потому что, ну, это очевидно, это логично. И я думаю, что все люди, большинство людей, которые посмотрели трансляцию Виталика, они поняли именно так. Доказательство Рост не покажет о том, что у Саши есть какие-то темы с терки, с МВД. Это, ну, полный бред. Так, блядь, неприятно. Я говорю, а что случилось? Ему психологически тяжело, потому что создаются разного рода ублюдки, уроды, которые там публикуют видеоматериалы неправдивые. Давайте еще раз посмотрим этот кусочек видео с прошлой трансляции Виталика, где он называет клоуном человека, который опубликовал материал о Саше с Криклием. То есть какой-то клоун вылезет в эфир и скажет, что вот, смотрите, Санек обнимается с Криклием, он же с этим беспредельщиком там. А вы такие, блядь, точно. А на видео никаких обниманий, ничего нет. И вы такие, аааа, беда. Что ты думаешь по этому поводу? Саша сказал, да вы там, вы... Ну, вообще говорят, держи друзей близко, а лов еще ближе. Материал про Санька с Криклием, именно в этом контексте, что они обнимаются, опубликовал именно я. Я являюсь автором. Вот этот материал опубликованный на Фейсбуке. Как же тут не понять, что клоуном Виталик называет именно меня в своей трансляции, комментируя именно публикацию по Криклим, автором которой я являюсь. То есть Виталик, ну, очевидно, говорит обо мне, что я клоун. И давайте еще посмотрим сегодняшний эпизод из трансляции, где Виталик поясняет, что этот разговор о том, что я завидую Саше, относился именно ко мне. Именно адресован был в мой адрес. Ты слышал, что я сказал, что Ростислав Шапош никому блюдок, там, как на него говорят плохие слова, там, ну, обзываются, фамилию коверкаю и так далее. Ты слышал это, чтобы я сказал? Или, может, вы слышали, чтобы я сказал, даже в первом видео, когда у меня очень горела жопа, максимально, что я сказал про Роста плохое, это то, что я подозреваю, что Роста давит жаба. Я ему так прямую очередь сказал, Рост, тебя давит жаба? Ты, может, хотел стать депутатом, а стал им Саша? Может, ты хотел видеть себя на том месте? Нет, меня жаба не давит, нет, он четко. Ну, я верю ему, в этом вопросе, может быть, и не давит, но я не знаю. Давайте теперь послушаем ту трансляцию предыдущую, где Виталик говорит о зависти, то есть имея в виду именно меня, как он только что пояснил, что именно он меня имел в виду, говоря о зависти. А Саня немножко хотел честности, немножко хотел порядочности и открытости перед людьми. И что в конечном итоге мы получили? Какой-то другой популист выскочил и начал кричать, «Вау, вы видели, вы видели, вы часто меня спрашиваете за запасанька?» А у самого очко горит просто, горит жопа от зависти. Горит просто от зависти от того, что ему приходится банить тысячи людей на своем канале, чтобы хоть чуть-чуть выровнять ситуацию, чтобы хоть как-то видеть положительные лайки и так далее. Именно в своем видео я говорил, что меня часто спрашивают о саньке. То есть очевидно, что и сам Виталик это подтверждает, что Виталик меня называл популистом, у которого горит очко. Ну, такие выражения Виталик использовал в мой адрес. И я в телефонном разговоре Виталику пояснил, что я абсолютно не завидую Саше. Я вообще независливый человек, я никому в этом мире не завидую. Я, знаете, счастлив вообще, что я выжил в Иловайске. И, в принципе, мне этого уже достаточно, что я просто живой и уже все нормально. Я абсолютно спокойно отношусь к самому факту того, что Саша стал депутатом. Но вызывает обиду, человеческую обиду, то, что Саша, будучи представителем, знаете, этого антигаишного движения, которое боролось с мусорами, с беспределом, так, знаете, повел себя при голосовании Авакова, что было просто стыдно смотреть на этот позор. И тут завидовать нечем, понимаете. Не нужно стремиться к тому, чтобы стать мясом в партии «Слуга народа» и, знаете, слушать, как тебе говорит партия, как говорит тебе Зеленский, которому нашептывает на ушко Коломойский. И, таким образом, знаете, с молчаливого согласия продвигать Авакова на должность министра. Хотя, знаете, Аваков является нашим главным врагом. И, собственно, я не знаю, я никого не банил там особо по роликам касательно Куницкого. Я вообще даже этим не занимался, поскольку люди в основном поддерживали, ну, то есть там 95% поддержки в этом вопросе именно моей позиции. Люди, видно, по комментариям. Потому почему решил Виталик, что я удалял массово тысячи людей и что-то выкручивал, какое-то мнение. Но это, очевидно, неправда. Это можно проверить, просто зайти. Знаете, дизлайки их нельзя изменить. Но там большинство, к сожалению, именно лайков. Я сам позвонил Росту. Сейчас начнется. А, ты засал там то. Я хочу вам сказать, и вам это скажет Рост. Ну, если у него, конечно, хватит смелости. Ну, можно и так сказать, что повлиять на мой иммиграционный процесс не может ни Рост, ни кто-либо из вас, из горящих жоп, которые... Я не проехал. Из некоторых из вас. Потому что здесь еще присутствуют. Потому что очень много просыпалось людей, которые просто писали мне гиферамбы там. Ой, как я тебя люблю. Как я тебя смотрю. А потом... Все, мы так и знали. Рост все рассказал про тебя. Так, я сейчас... Мы придем к тебе на иммиграционный суд. Да приходите открыто. Все, без проблем. Можно найти меня в базе. Все открыто. Можете прийти, выступать, все, что угодно говорить. Но это не столь важно. Вас никто не будет слушать. Вы не будете являться свидетелями по этому делу. Нет. И Рост не будет являться свидетелем. Ну, это бред полностью. Он не сможет повлиять на это. И, в принципе, уже решение почти как бы готово. И возвратки нет и быть не может. Я остаюсь в этой стране. Виталь, смотри. Когда ты приехал в США, в наш адрес посыпались со стороны сторонников Авакова и Порошенко обвинения в том, что, в принципе, весь дорожный контроль был создан для того, чтобы протянуть людей в Америку, получить политическое убежище. В принципе, все для этого дела. Знаете, то есть, приезд в Америку был не вынужденной мерой, а это было все с планированной акцией. Помните такие обвинения? Я записывал специальное опровержение по этому поводу и о себе рассказывал, и о Виталике, защищал его, что наш отъезд в США связан с реальной угрозой от правительства Украины. И мы не аферисты, и мы не мошенники, которые придумали себе эти преследования, чтобы просто получить возможность легального проживания в США. А вот вчера люди от тебя услышали, что, оказывается, тебе уже плевать на Авакова, плевать, что там происходит в Украине. Ты поддерживаешь власть Зеленского. И, собственно, вот люди послушали твой спич, и они как бы, ну, они расстроились после того, что ты сказал. Что мне за Авакова? Мне плевать на Авакова. Ну, ну что мне плевать? Ну, вообще для меня никто и звать его никак. Я живу в другой стране. Только, кажется, я наблюдаю положительные результаты относительно Зеленского команды. Мне нравится, как Парахаботы переобуваются, мне нравится, как Петя Порошенко там лозунги выбрасывает свои там, вау. Мне нравится, как ведет себя сам Зеленский. Мне вообще, честно говоря, я очень, я очень, я оптимистично отношусь, потому что я не пессимист. Ну, собственно, люди и возмутились по поводу твоего убежища, поскольку, ну, а какая, собственно, тогда причина находиться в США, если, как бы, все равно плевать. Согласно конвенции ООН и иммиграционным законам США, беженцем является человек, которого преследуют в родной стране за его политические убеждения. А факт преследования подтверждается нападениями, уголовными делами и так далее. То есть сам факт возбуждения уголовного дела в Украине, это еще не означает, что ты являешься политическим беженцем. Для того, чтобы быть политическим беженцем по закону ООН, по законам США, нужно иметь определенную политическую позицию, и за которую тебя преследуют в твоей родной стране. В данной ситуации мы видим, что есть уголовное дело против Виталика, да, то есть это можно подтвердить факт преследования. А какая политическая позиция, за которую преследуют Виталика? Сейчас Виталик говорит, что он поддерживает, ну там в целом, да, власть Зеленского, он там красавчик, молодец. Да потому и предложили прийти на суд и сказать суде, смотрите, я поддерживаю власть Зеленского в 2019 году, потому что убежище просится не в 2016 году, когда был Порошенко, а в 2019 году, то есть сейчас, от сегодняшней власти, понимаете, от сегодняшней власти. И как вот объяснить судье, миграционному, что я, получается, ты говоришь, да, я поддерживаю власть Зеленского, но они меня преследуют. Так а за что они тебя преследуют, если ты их поддерживаешь? Получается, на суде нужно будет рассказывать, когда будут даваться показания в миграционном суде, что ты не поддерживаешь правительство Зеленского, у тебя иная точка зрения на политику, ты являешься оппозиционным блогером, журналистом, и факт преследования тебя за инакомыслие подтверждается уголовными делами и Аваковым, и остальными чуваками. Но ты говоришь, что тебе все равно на Авакова, тебе плевать на него, и ты поддерживаешь власть. Тогда в чем заключается сам факт политического убежища? Это полностью противоречит концепции того, что заложено в Конвенции ООН и миграционных законах США. Получается, тебе нужно будет говорить судье неправду, рассказывая, что ты против власти Зеленского. И они тебя сейчас, в 2019 году, ущемляют, потому что убежище не является вечным. Ты же знаешь, что если пропадают обстоятельства, которые дают основание получить политическое убежище в США, то убежище аннулируется, и человек возвращается домой. То есть он перестает быть беженцем. Понимаешь, в чем суть? Это не вечное, что ты беженец. Оно может все поменяться. И есть прямая норма в законе США, что если меняется ситуация, это все, человек уже не беженец. Ну, это не я придумал. Это же правда. Ну, я говорил здесь. Мне откровенно, с каждым разом, все больше и больше плевать на Украину. Ну, это правда. Ну, мне плевать на нее. Потому что, ну, она неисправима. И люди, которые в ней находятся, неисправимы. Если они желают зла постоянно всем своим близким. Почти все. Ну, очень мало людей, которые искренне рады за кого-то, когда кому-то хорошо. Виталий, если тебе плевать на Украину. Я прекрасно понимаю, что, знаешь, обидно, что там люди злые и все остальное. Злые люди. Мы это не отрицаем. Ну, плевать на Украину. Так зачем тогда твой друг, Саша Куницкий, пошел в Верховную Раду? Получается, он не разделяет твою позицию? Или разделяет? То есть, народный депутат, наверное, пришел к тому, чтобы сделать добро. И если Саша Куницкий начнет делать добро в Украине, да, помогать там, разруливать дела, то я буду первый, кто будет благодарить его за это. Но, к сожалению, на данный момент мы увидели, что Саша по позиции Авакова, мягко сказать, поступил некрасиво. Некрасиво. И это видят все. Это не видит только я один. Это видят тысячи, сотни тысяч людей. Если Саша исправится в будущем, вопросов нет. Но непонятно. Если Саша пошел в Раду делать добро, он за Украину, а ты его друг, почему тебе плевать на Украину? Ты можешь более аргументированно и полно разнести свою позицию? И сейчас такой Гриву почухает, блин, да. А Рост-то был неправ. Ну, Рост, я не знаю, он скажет, что он был неправ или не скажет. Ну, сказал, что сделает какое-то видео и распишет все. Очень жаль, что я не услышал твоих извинений в мой адрес за твою предыдущую трансляцию. Хотя, в принципе, я думаю, что все поняли, что ну, как минимум половина, хотя, думаю, сто процентов, ну, как минимум доказанная половина оскорбления была высказана в мой адрес. Хотя я тебя не оскорблял. И то, что мы там с тобой не созванивались по Куницкому, это никак не означает, что ты должен меня оскорблять. Я тебе ничего плохого в жизни не сделал. Никогда. И никогда тебя не оскорблял. Более того, я сделал максимально для того, чтобы отбелить твою репутацию, которая была испорчена в Украине. Я ценой своей репутации защищал тебя. Я не заслужил тех высказываний, которые ты говорил в мой адрес. Просто по-человечески. Не заслужил. И мой личный, даже не конфликт, а мой комментарий Александра Куницкого, Александра Куницкого, это касается меня и Куницкого. Если ты его друг, ну, окей. Ты можешь даже меня набрать, обсудить со мной, но не оскорблять. Тем более публично. Потому что я свою позицию аргументирую тем, что Арсен Аваков является нашим врагом. Кровным врагом. Это человек, который сделал много зла и нам, и нашей стране, Украине, и народу Украины. И делать чести, даже находясь в США, делать максимально, чтобы Аваков ушел из власти. И очень обидно смотреть, когда Александр Куницкий, который из нас всех попал в Раду, молодец, но так мягко себя повел, мягко сказать, мягко себя повел, в отношении Авакова это очень плохо и очень некрасиво. И люди это увидели. И я тебе хочу напомнить одну историю, которую я тебе рассказывал в телефонном разговоре, что если бы мне было бы плевать на тебя, на наш коллектив, на страну, то я бы вас не защищал. Давайте вспомним, что в 2013 году я был в Америке. В мае месяце проходило собеседование в иммиграционном офисе в Майами на получение политического убежища нашего журналиста Андрея. Я присутствовал на этом собеседовании как свидетель. И офицер говорит, а почему Ростислав Шапошников не просит политическое убежище? Давай сейчас его пригласим в кабинет, заполним анкету и дадим ему сразу убежище. Ну там 100%, там избиение, Янукович, все дела, там просто полный набор. Ты помнишь эту ситуацию? Я тогда отказался. Я не пошел, я сказал, я не хочу получать в Америке политическое убежище. Я сказал, я не хочу, я сказал, я вернусь в Украину, я буду защищать наших журналистов. А помнишь, когда возбудили уголовное дело по штрафплощадке, по Дзензе, по Жене, помнишь, тебя закрывали по 343, когда три уголовные статьи на тебя открыли. Ты помнишь эту ситуацию? И я приехал в августе 2013 года вас защищать, ходил вместе с вами по судам, а потом вышел на Майдан с одной лишь целью защитить тебя, Виталий Косенко и других журналистов от уголовного преследования. То есть я отказался от убежища в Америке. Хотя, если бы я получил убежище тогда, а я бы его получил 100%, уже прошло бы 5 лет, я бы сейчас был бы гражданином США. Понимаешь? Вот есть разница. Я пожертвовал своей жизнью и поехал спасать вас. А ты говоришь, что тебе плевать и обзываешь меня теперь публично. Это очень некрасиво. Потому что это видно разный подход, разные ценности, разное мировоззрение. Так вот я тебе хочу напомнить, а я тебе рассказывал это по телефону, что за этими уголовными делами, которые возбуждались против тебя, Виталик, в сентябре 2013 года стоял заместитель главы администрации президента Андрей Портнов. И я Андрея Портнова в 2016 году спросил, а за что вы нас преследовали? Вот вы говорите, там Майдан это ублюдки. А я спросил Портнова, а за что вы нас преследовали? Что стало поводом выйти на Майдан лично мне по Виталику Косенко? И Портнов ответил, а вы бандиты. То есть вот Портнов объяснил, почему он преследовал, почему он возбуждал уголовные дела против Виталия Косенко. А вы знаем, что Александр Куницкий вместе в Верховную Раду его заводил Александр Дубинский. Продвигал его, да. А Александр Дубинский является ближайшим соратником Андрея Портнова. Он его пиарит, он его рекламирует, он его продвигает. Это его друг, друг Коломойского, это друг Авакова, друг Зеленского. И я хочу задать тебе вопрос. Как так получается, что Портнов, который, собственно, делал все, чтобы открывать уголовные дела и отправить тебя, Виталий, в тюрьму? Сейчас Александр Куницкий, твой друг, тусуется с его другом Александром Дубинским, который его рекламирует. И все нормально. И против Портнова почему-то вы не называете их ублюдками, клоунами, популистами, что у них взрывается очко. А очко почему-то взрывается только у Ростислава Шапошникова. Вы знаете, действительно, у меня взрывается очко вот такой несправедливости, когда ты отдаешь все, что у тебя есть, всю свою жизнь, все свое время. Я пожертвовал очень многим. Я мог все поиначе сделать, если бы я хотел. Ради вас, а вы теперь, мало того, что меня оскорбляете, так вы еще тусуетесь ублюдками, которые делали все, чтобы вас упрятать в тюрьму. Вот задумайтесь над этим, и жизнь не заканчивается только на выигрыше в суде о получении политического убежища. С этим нужно жить будет и дальше. И кем ты войдешь в историю, и как люди тебя оценят, твои поступки. Это очень важно.